всем привет сегодняшний блог я веду со своей малой родины с острова сахалин сейчас мы находимся в южно-сахалинский парке имени гагарина здесь я провел начало своей взрослой жизни сюда ходил гулять со своей маленькой дочкой вот примерно такой как мальчик маленький вот давайте погуляем походим расскажу про него у меня была мечта приехать на сахалин после того как я добьюсь каких-то успехов стану известным артистом и вот это прям было чувство такое вот моя мечта сбылась я приехал сейчас конечно я уже много часто ешь а вот первое ощущение было именно такое я победил это стадион здесь мы сдавали нормативы по физкультуре когда училище учился сюда приходили надо было сколько-то кругов пробежать но это типа зачет был экзамен я не помню что но здесь выступал за сцена есть ну правда бывают в разных местах ставят вообще где-то там по-моему там где аттракционы там сцена можно туда пройтись посмотреть там я выступал очень часто выступал зарабатывал деньги ну как бы на праздниках приглашали административное здание я там денежку получал за свои выступления да 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 слезятся глаза просто здесь время еще другое плюс 8 часов мы эти концерты называем утренниками потому что они проходят но сегодня концерт 7 часов в москве будет 11 утра да в 11 утра у нас концерт сегодня так это еще надо приехать туда на площадку заранее настроиться до часов 5 утра то есть а голос может не проснуться что делать в сахалинске прожил четыре года но когда учился прошла моя юность здесь родилась у меня дочка здесь я женился первый раз взрослая жизнь здесь началась очень очень-очень-очень создается ощущение ухоженного города чистого с хорошими дорогами правда да если вот более такое ощущение когда-то учился или нам просто так показалось вам показалось мне кажется наоборот ну раньше дорог особо не было еще поедете посмотрите какие там дороги хотя мало ли мало ли вдруг шахтерский сейчас тоже так все допустим начаться декабрь все идут на озеро там ну и там да на озеро на озеро бусе малая бусе ловить корюшку ну допустим феврале все идут на море на лед ловить уже большую горюшку как у есть зубатка да зубатка называется а в декабре ловит малород в июне начинается по моему кита или позже и горбуши ну вот я уже не помню но начинается на ней идет рыба там в какой-то период селедка идет такие краб круглый год его можно ловить в море в море ты можешь выйти на корабле там на лодке ловить краба зимой собственно соответственно на лед выходишь ловишь краба в детстве не ловил а так вот приезжаем что иногда он его нельзя ловить я иногда знаю звоню коллеги на сахарин спрашивают какие продажи лёличка какие могут продать как куда-то там уезжает потом еще моего здесь идет в мае у нас здесь уек называют но она идет вообще я не знаю я приехал в москву почитал сейчас мы хотим поехать в детский сад я увидел в интернете дети поют песню на карте мира сахарин я подумал что у было бы здорово туда съездить пообщаться с ними вполне возможно спеть эту песню было бы круто да попробуем мы связались с заведующим они нас ждут но детки не знают что ты будешь поэтому посмотрим как все пройдет но интересно ну да будет сюрприз для деток хотя они может меня вообще не знают просто знают песню и поют это же не факт что увидит скажет дядя какой-то пришел с нами поет зачем-то непонятно мы приехали в детский сад скупые скалы где лишь тихий океан они сегодня уже готовы мы уже там праздник мы мероприятие приготовили вот они сейчас поют песню выйдут там еще мальчик у нас уже поют и потом вот как мы думали как я думала да что вы допустим с другой стороны зала там зайдете то есть заиграть музыка они могут хочу вашу песню петь и потом вы зайдете конечно сюрприз они увидят его в живую надо же и я запою вместе с ними да класс так и сделаем за нас уже все придумали на карте мира сахалин сахалин мои суровые дали на карте мира сахалин сахалин а мы же взрослыми стали это кому детском саду русалочки вообще эту песню я судицы недавно работаю с ноября месяца я эту песню если честно не слышал и какой-то был праздник какой-то был праздник здесь у нас я услышала песню и все она мне прямо тут запала и они как включали как фоном ее а потом я служил кабинете слышу они репетируют и они весь голос кричат сахалин ну то есть это выбор детей да да но они с педагогами совместно они звучали песни у вас музыкального возникают куплет и припевки поют вообще хорошо поют молодцы ну да я тоже услышал увидел в интернете как они поедут могу надо заехать интересно значит мы начнем с чего они встали там туси-бойся про сахалин для лято полет все стишок рассказали здесь я включаю там за штуркой микрофон вот вы мне только скажите что лучше включить минус или плюс минус потому что они и так горлани но они и горлани поэтому там микрофон мы вам да вы ее вы микрофон включите вас хоть было слышно я могу запеть сразу они же не поймут что я пою да мы вам поставить там стульчик если что чтобы вы не стать ему нас концерт вечером будем слабились там если что присядете вот они вам там стишочки вот и в конце вы нам песню про сахалин а моем песню по москве хорошо примерно по времени это все полчаса наверно максимум на минут даже 20 мы постараемся все больше чтобы вам было больше времени на пирожки волнуешься волнуйся короткий микрофон мы обычно так как чтобы всю жизнь такой микрофон типа когда хочешь обидеть человек золото но черным стоит складно бьет грамм и драгоценностью да она вот шлюет давайте покупаем у нас все чудный дивный остров наш любимый наш самый красивый ты раньше выступал в детском садике нет в детском садике я выступал в детском садике давайте мы ее споем вставайте ты готов? да готовы? да да забор дель даю приют ветра скупые скалы где пищи и опера считаю в паутине В паутии широт, там, где волны и лёд, Солнце длинный восход. На карте мира Сахаин, Сахаин, мои стволы дали. На любовь и жизни, на карте мира Сахаин, Сахаин, На карте жизни Сахаин, Сахаин, мое упрямое детство. На карте жизни Сахаин, Сахаин, хочу тобой согреться. Хочу тобой согреться. И друг другу можно поаплодировать. Знаете, я увидел, как вы поете эту песню, в интернете мне прислали. И мне захотелось приехать лично к вам и послышать вместе с вами и спеть эту песню. Хочу сказать, что я первый раз в детском саду выступаю и очень сильно волнуюсь. Больше, чем, наверное, все вы здесь. Поэтому надеюсь, что сюрприз былся, надеюсь, что вы видели. Я знаю точно, что песню послышали, раз вы ее поете. Но не знаю, видели вы меня или нет. В общем, эту песню пою я. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИЛЕДИНСКИ АПЛОДИСМЕНТЫ Помните, да? А я вам сказала, что нам приедут гости, будет у вас сюрприз, и вы сами спросите, что вы хотите спросить. Давай. Герман, давай. А есть у тебя машина? Машина у меня есть, но я родился и вырос на Сахалине, в Шахтерске. Здесь у меня машины не было. Потом, когда я отучился, я учился на певцам, в Москве уже, ну, здесь учился, потом в Москве в университете. И когда я отучился, стал работать, я заработал семена машин, теперь у меня есть машина. Вам сложно записывать песни? Сначала было сложно, ну, опять же, когда я учился, потом, когда я научился петь, мне стало гораздо проще. Ну, в принципе, на запись одной песни, именно вокала, именно голоса, уходит, ну, час-два максимум. А так песня делается, ну, может быть, месяц или два, ну, аранжировка. Это же надо сыграть ее на инструментах, придумать эту аранжировку, чтобы она звучала. Вот. Так уходит месяц или два, а на запись вокала, ну, часа два, наверное. Сколько у тебя песен? Я даже не считал, но я думаю, что, ну, 50 точно должно быть, 50 или 100. Просто есть... А вообще, вообще я знаю, я же много песен пел. Вот именно моих от 50 до 100, я думаю, а так, может быть, 500 песен я точно знаю. Представляете? Ну, потому что это моя профессия, поэтому я пою с утра до вечера. А как зовут своих дочерей? Ксюша и Саша. А у меня еще есть сын, Мирослав. Он тоже ходит в детский сад, ему 4 года, 5. Петя говорит. 5 ему. 5 исполнилось. 5 исполнилось недавно. Петя, говори. А какая у вас любимая песня? Вот мне этот вопрос взрослые часто задают. Какая любимая песня? Я не могу ответить, потому что все мои песни, они любимые. Любимая песня так, над которой я работаю в данный момент. Я сейчас учу песню новую, она у меня любимая. Потом я ее очень часто пою, она немножко надоедает, и она перестает быть любимой. Поэтому любимая песня та, которая вот находится у меня в работе. А ты был на море? Да, я же родился здесь. Я в Шахтерске родился, в Шахтерске, рядом с морем прям. Ну и здесь тоже недалеко море. Я был на разных морях. Я был в Мурманске, там, по-моему, Белое море. Да? Или какое? Белое? Да, Белое. Потом на Черном море был, на Красном море был, в Каспийском был море. Недавно был на озере Байкал. Это тоже считают как море, можно сказать. Японское море, ну это вы здесь недалеко. А вы когда-нибудь катались на яхте? Да, на Черном море я катался на яхте. У меня есть там друг, живет в Сочи. И у него есть яхта, и он меня катал. Маша, давай, давай. Ну, сначала в Шахтерске, ну, если по музыкальной теме идти, в музыкальной школе. Закончил музыкальную школу по классу Баян. Потом учился в Сахалинском училище искусств. Здесь, сейчас он называется Сахалинский колледж искусства, по-моему. А потом закончил Московский государственный университет культуры и искусств. Долго учился. А какой у вас первый песня? Давай я вспомню, что я пел в детстве. Вот так будет, потому что первая песня тяжело понять. Вот я помню, я в свое выступление, когда я пел, я учился в школе, по-моему, это был третий или пятый класс. Я вышел в площадь на 1 сентября и пел для школ песню «Белеет парус одинокий». Это, по-моему, на стихе Лермонтов написал. Да. «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом». Потом у меня мои одноклассники дразнили, говорят, «А, стишки поешь, стишки поешь». На карте мира Сахалин, Сахалин, мои суровые дали. На карте мира Сахалин, Сахалин, а мы же взрослыми стали. На карте жизни Сахалин, Сахалин, мое упрямое детство. На карте жизни Сахалин, Сахалин, хочу тобою согреться. Я волновался, капец. Я сначала подумал, что это плюс заиграл. Я реально подумал, что плюс заиграл. Да, это был минус, я пел, живел. Качественно. Качественно спел, да. Сколько характер здесь, я по-прежнему свой, не святой, не герой. Он так не волнуется в Крокусе. Блин, я волнуюсь. Ну это же первое для меня такое. Вопросы они готовили? Ну, нет, они не готовили, сами кто хотел, кто задал. А, да? А вопросы, кстати, хорошие. Ну да. Сюрприз, мне кажется, удался. Дети, дети молодцы. Реакцию, ну, там, наверное, увидели. Мне кажется, они чуть-чуть остолбенели. Такие. Потому что у них должны были быть какие-то движения, говорят, воспитатели. Там они так, так, ручки, так, так. Но они ничего не делали, потому что растерялись. Я тоже растерялся. Здесь вот эта вот площадка концертная отличается от всех тем, что здесь, во-первых, ты заходишь в лифт, ну, через черный вход. И в лифте сидит лифтерша. Она там нажимает на кнопки, куда ехать. А еще, чем он запрямляет? С тем, что выходишь из лифта, проходишь через торговый центр и заходишь уже на площадку. Сколько будет дней, 5 недель? 3 недели. 2, 4, сегодня 8, 2 недели. А еще 9, 8 недели. А будет 3 недели, да? Ну, больше нет. Почти месяц. Все, я ухожу, все. Меня зовут Матросов Андрей. Так, ты там специально... Я шахтерский. Меня зовут Матросов Андрей. Ну, как, с Верславом Заком, да с детства и знакомый. В одном дворе вы прожили, что у кого-то. На втором этаже я. Так и до сих пор и дружим, поддерживаем отношения дружеские. Мы в детстве баловались сигаретками. Ну, а он папиросками. И мы всегда выходили. Ну, я знал все вот эти секретные места, где лежали сигареты. Ну, да. Родители-то запрещали курить, поэтому где-нибудь в счетчик прятали. То есть, не пуракатом. А он прятал в счетчик? Нет, почему? Я не знал, что он туда прячет, а я подходил и тут и брал. Да у нас много-то так прятало. А поменялся характер у меня с нами? Не знаю. Да мне кажется, что мы как-будто как и не меняемся. Ну, как будто так же. Кто-то, может, со стороны может сказать, что поменялись как-то. Все так же шутит, смеется. Все как было, так и есть. А сердце болит. Сердце сжимается. Боже, беду мою ты отведи. А сердце горит. Боже, беду мою ты отведи. Сердце горит. Боже, беду мою ты отведи. 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 Я бы вот на рыбалочку такую, знаешь, типа на баркасике куда-нибудь от берега отъехать, чтобы там, не знаю, к камбалу. Бросаешь, бросаешь, раз, до дна достал. Все. Включаешь первую передачу. Потом вторую. Не, к камбалу интерес. Ее вытаскиваешь с глубины, у нее декомпрессия, глаза вот такие. А, да? То есть ты ее прям отпустить? Она не очень цепляет. Вдохнет, да. Вдохнет, вы все вытягиваете. Паутиня широт, там, где волны и лед, солнце дивный восход. На карте мира Сахалин, Сахалин, мои суровые дали. На карте мира Сахалин, Сахалин. А мы же взрослыми стали. На карте жизни Сахалин, Сахалин. Мое упрямое детство. На карте жизни Сахалин, Сахалин. Хочу тобою согреться. Она морская, морская. Гребешок нет. То есть его морская, которая... Вот это пастик не гладит. Да, 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 вот. Здесь не что, гребешок, не будет гребешок. Здесь все, конечно, да? Открываешь. У нас на Сахалине корейские салаты. Папоротник. Лопух нигде, мне кажется, не едят, кроме как у нас и в Корее. Рыба минтая, но она такая сушеная. Блин. Такого мы восприняли. Ну, на материке, скажем так. Ну и морская Кагуста, конечно. Это главное мне. На карте мира Сахалин, Сахалин. Мои суровые дали. На карте мира Сахалин, Сахалин. А мы же взрослыми стали. На карте жизни Сахалин, Сахалин. Сахалин, мое упрямое детство. На карте жизни Сахалин, Сахалин. Хочу тобою согреться. Хочу тобою согреться. А вот это кто на фотографии? Я. Я Алешина, мама, запомни. Я Алешина, мама, да. Сахалин рядом. А, термоз, спасибо. Да, спасибо. Сонечка. Он вот такой. Это ж классно. Это, ну, это, да? Да, он пьяный. Ну, он тоже хрумко играл. Грудно сказывается. Все родственники, да? Мальчишки, садитесь вперед. Ага. На курточке садитесь. Все родственники. Правда, не всех, вот детей точно не всех запомнил. Не еще родственники. Три, пожалуйста, раз, два, снимаю. Концерт закончился. Могу сравнить с другими концертами в России. На Сахалине народ очень сдержанный. Я такой же был. Сдержанный, в смысле, на эмоции. Я был таким же, но я себя перевоспитал. Теперь я совсем другой. Могу радоваться, могу грустить. А у нас такие нейтральные. Но к концу концерта, мне кажется, что все разошлись. А сейчас мы едем в ресторан корейской кухни. Я скучаю очень по этому. Я люблю корейскую кухню. Люблю папоротник, кимчу. Там, что там еще у нас? Что у нас еще? Короче, все. Все острое. А чем нельзя? Бибимбаб, наверное, да? Вот самое такое? Ну да, самое популярное. Тут все и папоротник, и... А вот бибимбаб с кимчи лучше. Это самое популярное блюдо на Сахалине. Салат называется кимчи. Острый. Итак, есть в каждом доме. Жарить с яичницей. Можно просто есть. Да вообще с чем угодно. В суп его можно добавлять. Я не знаю. Короче, вообще совсем. Все, что съедобное, можно вот добавлять. Это и кушать. Это очень вкусно. Это дышать. Это кислородная маска. Короче, это такое популярное корейское блюдо. Здесь яйцо, морская капуста, разные салаты, мясо. Это все надо размешать. Мы это все размешаем. Будем кушать и запивать бульоном. Порции, я хочу сказать, что здесь очень большие. Можно, в принципе, заказывать одно блюдо корейское, и все. И наесть. Так, осторожно, вы с этой стороны включили? Да. Горит? Я тебе горит. И крутите, крутите. Тема классная. Прям в столе, можно сказать, свой гриль. Прям вон там греется, и сейчас просто мясо чпонь-чпонь. И все. И так, я стейки жарить умею, но это не стейк. Это тоненький кусочек мяса. Пробуем. Мне кажется, это прям одну секунду. Раз и два. Ой-ой-ой. Раз. Вот такое я, кстати, ни разу не ел еще. Чесночок я кину, потому что я сегодня целоваться ни с кем не собираюсь. А чеснок я люблю. Дальше заворачиваем. Можно так, да? И кушаем. Чисто по-азиатски. Офигенно. Прям как на мангале. А там действительно угли. Вот я и наелся. Я, кстати, первый раз за сегодня кушаю. Я проснулся утром. Ну как утром? 12 часов. Потом просто лежал до 2 часов дня. Потом мы поехали в детский сад. Ну, вы видели. В детском саду я съел один таражок. Потом приехал обратно в номер. Еще чуть-чуть полежал. И поехал на концерт. Выступил. И вот только сейчас мы кушаем. Поэтому я такой худой. Смотрите, что будем жарить. Давай. Едим очень вкусно. Прям очень-очень. Прям по-сахалински кушаем и выпиваем. Есть, они шviят. Тебе уже сколько лет уже? В школу 7 будет. В школу 7. В школу еще не ходишь. Или в школу уже ходишь? Заканчивай ты installed школу. Вы пока в садик. Осенью школой поехали. В город вас, да? Меня уже в садик. Как фамилия? Смольников. Смольников. Сергей Смольников. А вычество у тебя как? Трофимович. Трофимович? Потому что мой папа Трофимович. Сергей Трофимович Смольников. Сергей Трофимович Смольников. мой родственник. Вполне возможно, племянник или двоюродный племянник, или, может, троюродный брат, наверно. Итак, гастроли в Южно-Сахалинске закончились. У нас есть один день выходного, и мы решили его посвятить моему маленькому городку, он даже сейчас не город, а уже поселок городского типа, Шахтерск. И сейчас, прямо после концерта, мы садимся в машину и едем в Шахтерск. Но это будет следующее видео, поэтому подписывайтесь на мой канал в Ютубе, обязательно ставьте лайки, комментируйте, потому что это помогает продвижению видео-тренд Ютуба.